МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Ровно через минуту к нам выйдет герой и ответит на все вопросы. Вы готовы ко встрече с нашим гостем? Анатолий Иванович, вы хорошо помните себя в подростковом возрасте? Помню, конечно. Вы когда-нибудь проходили проверку на детекторе лжи? Нет, думаю, сейчас это получится. Точно. Мы желаем вам удачи. Итак, приветствуем нашего героя, руководителя и солиста ансамбля «Сябры». Народный артист Республики Беларусь Анатолий Гермоленко. Анатолий Иванович, я хочу вас предупредить, что по правилам нашей программы у вас есть право три раза отказаться от ответа на вопрос. Надеюсь, вы им не воспользуетесь. И будьте внимательны к вопросам, в конце программы вам предстоит выбрать лучший. Ну а сейчас у вас есть ровно одна минута, чтобы коротко рассказать о себе. Время пошло. Я Анатолий Ярмоленко, артист, который достаточно много лет работаю в этом песенном жанре. Объездил очень много стран мира, где мы представляли нашу белорусскую песню. Я очень рад, что после того, как мы посещаем любую страну, ближнего или дальнего зарубежья, у нас появляется много хороших друзей, хороших сибровок, которые с удовольствием приезжают к нам в Беларусь. Здорово! Вы уложились в одну минуту. Переходим к диалогу. У нас в студии 100 детей. У каждого к вам свой вопрос. Посмотрим, насколько вы успеете ответить. Дети, кто первый готов задать вопрос. Анатолий Иванович, здравствуйте. Меня зовут Карина. Говорят, что взрослые – это большие дети. А что у вас осталось от ребенка? Я очень наивный человек, невзирая ни на что. Вот мне сейчас достаточно много лет, но я всегда верю в чудеса, Новый год, Деда Мороза, во всех остальных вещах. Все остается так, так интереснее. И так я общаюсь со своими детьми, внуками и, кстати, правоночкой. А каким вы были в детстве? Хулиганом или примерным мальчиком? Я не был хулиганом, но я не был примерным, потому что я рос без отца и был предоставлен сам себе, в принципе. У меня был старший брат, он меня направлял на жизненный путь, в правильный наставлял. И поэтому я все брал от него. К сожалению, он умер молодым, ему было 27 лет. И я назвал своего сына в его честь. В общем, я не был хулиганом, но я не был простым таким, знаешь, отличником. Отличником был до восьмого класса. Здравствуйте, меня зовут Василиса. Когда у вас была самооценка выше? Когда вы были подростком или сейчас? Самооценка? Вы знаете, я никогда себя не переоценивал и вообще старался не оценивать. Я просто старался заметить в себе и всегда что-то отрицательное искал. Вот в детстве и сейчас, когда я выхожу на сцену, и когда мне говорят, о, как хорошо, как красиво, как нам нравится. Я говорю, нет, вы мне скажите, что не нравится, что я это мог исправить. Вот так я отношусь к этому. Анатолий Иванович, справа от вас красный сектор. Вас часто называют легендой. А вы сами себя чувствуете таким? Я вообще, знаете, когда я к этому отношусь, я не очень люблю, когда мне говорят «метр», «вот метр», «легенда», еще какие-то звания. Я артист. Я артист Анатолия Ермоленко, который постоянно учится общаться с людьми. Я очень люблю общаться. Почему я согласился? Хотя у меня масса, я сейчас должен бежать дальше. Но передача ваша, она принесет очень много пользы для меня, больше, чем для вас. Потому что я смотрю на вашу искренность, на ваши вопросы, на все это. И это поможет мне чуточку, так сказать, чувствовать себя молодым и красивым, если хотите. Помните, когда вас впервые узнали на улице? Сейчас скажу. Песня «81» прозвучала. И на песне «Года» мы записали песню «Олеся». До этого тоже мы выступали. Но были песни такие, которые не очень попадали в землю. А песня «Олеся», она моментально вошла. И вот буквально мы отснялись. И потом с Москвы летели со звездного городка. И вот в этом самолете ко мне подходит девушка с маленьким ребенком на руках. И она мне говорит, вы знаете, что мы смотрели программы и слушали песню. Вчера, и мы вчера слушали, как мы пели песню «Олеся». А у нас родилась дочь, и мы долго искали, как ее назвать. И мы назвали ее «Олеся». Возьмите ее на руки и подержите. Я ее взял. Я ее благословил и написал «Олеся, будь счастлива, как сказка, как песня». Потом было очень здорово, когда 30-летие мы отмечали свое в Кремлевском дворце съездов. Сольный концерт большой был. На сцену выходит красивая женщина. И в нее в руках этот мой автограф. Там фотография такая написана с Евроя Анатолием Морик. И она мне говорит, я та маленькая Олеся, которую вы благословили. Я живу, как в сказке. И у меня замечательный муж офицер, у меня трое детей. Это запомнилось мне надолго. И мы сейчас, когда приезжаем в Москву, какие-то мероприятия, съемки, ее приглашают. Вот такая вот история. Вы часто пользуетесь своей популярностью? То есть в каком смысле пользуетесь популярностью? Иногда популярность срабатывает и в обратную сторону. Ну, как пользуетесь? Я живу, и поэтому я стараюсь всегда зайти в магазин, закрывшись там, чтобы не было никаких... Я вообще-то, в принципе, скромный человек очень. И мне пользоваться и ходить вот так вот, чтобы на меня обратили внимание, я не люблю. Но бывает такое, отъеду на машине, задумался там что-то, останавливает гаишник. Где сюда? Покажите, вы превысили там то-то, то. Что? Потом я даю ему права, просит он. Он смотрит так, это, так, так, хорошо. А есть разные же люди. Ну, не нарушайте, некоторые говорят, там, то-то-то, которым, наверное, нравится мое творчество. А которым не очень, то он, значит, так, а где-то у вас этот огнетушитель там, прошли ли ВТО, и начинается. Ну, в конце концов, заканчивается все благополучно или штрафом. Одно из двух. Но, в принципе, я не пользуюсь своей популярностью. Когда у вас были маленькие дети, вы делали с ними уроки? Ну, когда были дети маленькими, к сожалению, я не часто с ними делал уроки, потому что у нас были гастроли по всей большой стране и за рубежом, и они были по 3-6 месяцев. Мы вот уезжали и возвращались через какое-то время, когда, то есть, попадали как раз на каникулы. Занималась это моя мама, мама моей супруги. А вот с внуками, да, я пытался заниматься, но как педагог я не умею объяснять. Я умею требовать. Жизнь заставила меня. А вот объяснять какие-то правила я даже не берусь. Я попробовал, потом я вижу, что это начинается как бы давление, и поэтому я перестал. Ходили на родительские собрания, и как на вас реагировали учителя? Я тоже старался не ходить, на них ходила супруга, потому что я приду. Ну, педагоги немножко как бы не знали, как мне сказать. Ну, вот есть такое у людей, вот если известный человек приходит, и не знаешь, как ему сказать. Хотя я всегда слушал, я всегда говорил, прислушивался, ну, старался. Ну, хорошо они реагировали, короче. Но для воспитания они практически ничего не говорили. Может быть, я тогда говорю, пусть придет жена, вы ей расскажите всю правду. И она приходила, и мы таким образом воспитывали детей, внуков. Здравствуйте, меня зовут Аня. А верите ли вы в свою судьбу? Я верю в какие-то гороскопы, но не всегда они подтверждаются. Потому что, когда я женился, у меня у жены, она овен, а я дракон. Она огонь, а я вода. И нам все сказали, о, это по гороскопу вы, это, у вас брак ужасный, вы не будете жить долго вместе, у вас ничего не получится, подумайте, все. Я сказал, нет, я люблю ее, и мы с ней поженились и прожили вместе 51 год. Я очень счастлив, что у меня была такая супруга. Вот и верю после этого гороскоп. А что вы не можете просить себе до сих пор? Я, в принципе, старался не делать того, чтобы что-то не сделать не так, но, не знаю, есть вещь, которую я себе... Ну, это не хочу омрачать вашу, так сказать, нашу сегодняшнюю встречу. Просто я... Знаешь, вот когда мы снимались, когда у меня супруга болела, Раиса Ивановна, моя жена, с которой мы прожили 51 год вместе, она болела, и нам предложили сняться в программе «Тве звезды». И когда мы поехали туда на съемку, она уже лежала в больнице. Ну, мы посоветовали, она сказала, езжайте, это твоя работа, это твоя жизнь, тем более с Олесечкой. Я полетел туда, мы несколько раз там, ну, там по программам неделю снимают, потом первый месяц. И вот когда я полетел на одну из программ, может быть, мне не надо было лететь на ту последнюю программу, но я успел. Я успел прилететь, просто пришел к ней в больницу, но меня как-то не пустили к ней. Потом вышел врач, сказал посидеть, потом вышел врач и сказал, что она ушла в мир иной. Вот это вот я, если бы я был, я был бы с ней. Вот это вот мне как-то, знаете, как-то оно вот так. Давайте продолжим. Справа от вас желтый сектор. Следующий вопрос отсюда. Кто ваш самый близкий друг? Кому вы рассказываете свои самые сокровенные тайны? Сегодня у меня друг, это мой внук Анатолий. Анатолий Ермоленко-младший, у которого недавно родилась дочь. А я правнучка Александра, замечательная девочка, ей уже год. Вот он мой друг, он меня поддерживает. Он по первому зову приезжает ко мне. Я часто живу у него. Мы с ним ездим на автомобиле, мы с ним поем вместе. Сейчас он в связи с родением дочери и с тем, что он... Он же так, как и я, рано женился, и я надеюсь, счастливо живет и будет жить долго. Я с ним делюсь, и он со мной делится всеми какими-то сокровенными мечтами. Мы с ним как два пацана. Вот так вот садимся, едем, рассуждаем и все остальное. Хочешь, говорит, в кино, пошли в кино. Пошли, мы с ним даем кино, посмотрели. Ну, в общем, вот такая вот история. Моя бабушка и мой дедушка часто обижаются, если я им часто не звоню. Насколько часто вам звонят ваши внуки? Да, часто звонят, каждый вечер. Мы очень часто общаемся, потому что у нас одно дело. И вечером перед сном обязательно звоним. Дед, ну ты как? Хотя он меня называет Толя. Он с детских лет меня называет Толя. Ты как? Как-то это вот так повелось у нас. Я же просто сказал, мы два пацана, и поэтому... Но я вам скажу, нужно звонить своим родителям. Поверьте, мы живем сейчас в такое время, у нас под руками, как песня поется у меня, крутые айфоны у нас есть. Крутые айфоны себе покупаем, а близким звонить забываем. Нужно звонить. Для них это... Поверьте мне, я сейчас в родственном человеке, когда я слышу звонок и слышу голос дочери, сына, внука, это совсем другое. Мне хочется им что-то рассказать, посоветовать. И всегда они потом говорят, вот хорошо, что ты мне сказал, что я позвонил. Звоните. Но это нужно родителям. Потому что это важно для вас. И для них тем более. А вы тоже как все дедушки подкидываете деньги внукам? Ну, есть маленькие. Они сами зарабатывают уже, но я что-то там... Всегда хочется что-то дать. Или заправить машину, или там купить что-нибудь. Давай я заплачу, давай. Ну, у нас как-то паритет. Иногда они делают все это. Ну, я помню, я уже был артистом, а у меня мама, она работала продавцом, уже была на пенсии. И я когда приходил к ней, у нее была пенсия, там, ну, сколько там рублей? Ну, рублей, наверное, 100-200, может, по нынешним временам. Она всегда хотела мне дать 10 рублей. И, как правило, это всегда было мне. Потому что в тот момент у меня могло не быть 10 рублей. И они были к месту. Поэтому дедушки, бабушки всегда стараются сделать приятное своим детям, внукам. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы переходим к фиолетовому сектору. А что должен делать человек, чтобы достичь успеха? То есть, знаете, у каждого человека по-своему талант. Но без труда это все деньги на ветер, как говорится. Знаешь, очень много ко мне приходило талантливых ребят, которым я давал возможность исполнить песню, даже записать на телевидении. И они считали, зачем все? Я пойду сейчас зарабатывать, там, у меня уже все узнают. Узнают, да. Но это огромный труд для того, чтобы держать себя в форме, для того, чтобы не загулять, не запить, не начать себя неправильно вести и так далее. Это большой труд. Это кажется. Вот у вас, наверное, почти все хотят стать... Ну, многие, во всяком случае. Думают, что артисты – это такой легкий труд, и легко им стать. Это очень тяжело. Я очень не хотел, чтобы мои дети пошли по этому пути, потому что если быть артистом, надо быть номер один. Номер один должен быть артистом. Понимаешь? А если быть просто так, на подхвате где-то, или ходить просить, чтобы возьмите, или там, я вот спою и вот... Это безрезультатно. Лучше заниматься тем, что у тебя получается. А самое главное для девочек – это хорошо выйти замуж. Найти себе хорошего супруга по любви, и расти деток, и радоваться жизни. Прекрасные уроки жизни от Анатолия Ивановича Ермоленко. Переходим к «Красному сектору». Он находится справа от вас. Скажите, пожалуйста, боитесь ли вы одиночества, и страшно ли вам, когда ваш телефон молчит весь день? Хочу вам сказать, что одиночество, конечно, это самый тяжелый, наверное, такой для человека, такой образ жизни, и тем более для общительного человека. Это очень тяжело в одиночестве. Но я, к счастью, не бываю одинок. Телефон мой не смолкает. Я его просто... Переадресация на администратора, который есть, и там постоянные звонки, вопросы какие-то. Если я не успеваю ответить, оно идет туда, потом мне сообщают, вот звонил тот и тот, надо перезвонить. У меня есть в Москве представитель, которому тоже переадресация идет. Потому что я же сказал, что это труд, это надо работать. Когда ты работаешь, ты не чувствуешь себя одиноким. У тебя нет времени расслабиться, хотя иногда это надо. Но в данной ситуации моей, это мне и Олеся говорит, ты работай, папа, так тебе будет легче. Потому что, да, ну, в силу тех обстоятельств, которые сказал, это действительно так. Поэтому одиночество – это сложный и неприятный такой момент в жизни человека. Я желаю вам всем, чтобы всегда рядом с вами находились замечательные люди. Будьте счастливы. А чего вы боитесь больше всего, только если это не секрет? Чего боюсь? Боюсь выглядеть смешным и ненужным. Понимаете, какая вещь в моей профессии? Я себе сказал, что если я выйду на сцену, оторваться от нее очень сложно, невзирая на возраст. Когда-то я был молодым, помню, мне было 23 года. Я сказал, ну вот, ребята, до 27 лет мы с вами поработаем, а потом кому мы будем нужны, старички? Вот такое вот было отношение. И я себе сейчас сказал, и всегда говорю, если я выйду, я увижу, что зрители встали и ушли. Я какая-то часть хотя бы. Я сразу брошу. У меня есть чем заниматься, я найду чем заниматься. Вряд ли вы пойдете к пятибилет на наш концерт, потому что вы совсем растете на другой музыке. Но я уверен, как вы только подрастете, вы послушаете наши песни, вы найдете там то, что будет необходимо для ваших детей. Потому что с нашими песнями надо растить, создавать семью и растить. детей. То есть я хочу сказать, увлекаться можно любой музыкой, любыми стилями, любыми направлениями музыки, но увлекаться. Но любить надо песни своей земли, своего народа, своего отечества. Вот так. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Как вы заработали свой первый заработок? Когда были хорошие заработки, я вам скажу. Когда был 80, в конце 80-х, когда пошли кооперативы, мы очень популярный коллектив был. Был такой период, когда мы могли по 3-4 концерта работать в день. И дворцы спорта, стадионы, билеты на нас стоили 3 рубля. Мы собирали огромные залы, но получали мы, лимитная стоимость нашего концерта была 1000 рублей. А там было там 10-15 тысяч. Мы получали там 10-15-20 рублей. В лучшем случае, если был сложный концерт, 30 рублей с концертом. Потом кооперативы стали, и стали платить процент от сборов. И тогда вот мы заработали. Я купил себе студию. Первое дело, что я сделал, я купил себе профессиональную студию, я записывался дома. Я переехал с Бомелью в Минск. И вот так я тратил эти деньги. По-моему, я до сих пор живу за этот счет. Меня зовут Надя. Я занимаюсь вокалом, и хотела бы, чтобы вы меня послушали и сказали, могу ли я стать певицей или нет. В небесах высоко ярко солнце светит, Да чего ж хорошо жить на белом свете, Если вдруг пианинка позредине лета, Не приятно свету мы переживем. Не приятно свету мы переживем. Половестно. Однозначно скажу, Слух, ты интонируешь очень чисто. Ты можешь стать певицей, если ты примешь во внимание то, что я говорил, что это огромный труд. Это надо педагога, который немножко поставит голос, подобрать репертуар, ты любишь петь, какие песни будешь, как ты планируешь? Что ты хотела бы петь, чтобы собрать зрителя и заработать? Ну, не знаю. Я бы хотела создать свои авторские песни больше. А, это хорошо. Но надо, чтобы они нравились не только тебе, а и тем, кто их будет слушать. Я желаю тебе успехов. Ты можешь. Спасибо. Можешь. Мы переходим к следующему вопросу. Красный сектор слева от вас. Меня зовут Кирилл. Мне, конечно, не очень много лет, но, как я знаю, вы всегда с бородой. Вы не хотели сбрить ее и сменить имидж? А надо? Как ты считаешь? Вот надо или нет сбрить бороду? Нет. А как она появилась у меня, я тебе скажу. Это тоже прием такой продуманный был, в общем-то. Я был без бороды, ну, а когда предложили нам исполнить песню Олеся, я думал о том, каким образом попасть в зрителя. Я вспомнил, что шел фильм тогда «Полесская легенда» и «Колдунья». И там Олеся – это дочь лесника. Это Куприн писал. Не знаю, читали вы или нет, но он был в лесу, и ему вышла навстречу дочь лесника, а он был так с бородкой. И этот фильм был очень популярный. Парень влюбился в простую девушку, и там целая такая история. Я бы советую почитать эту повесть, это Куприна. Или фильм посмотреть, там Марина Владя играла. Я решил сделать такую бородку, и когда мы запустили песню, а она, ее звали Олесь, эта девушка. И вот привязав это все вместе, получилось так, она какая-то была органика, и она стрельнула. Мало того, что песня очень хорошая. Ну вы знаете песню Олеся? Кто-нибудь слышал вообще из вас, да? Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат. Еще я там делаю так. Чук-чук-чук, чук-чук-чук-чук-чук. Это я там вначале, если вы пластиночку будете включать, или там это, я сам свистю, свистю. Ну, в общем, все это сработало, и песня стала популярна, и сейчас столько лет уже прошло, почти 50 лет, как эта песня звучит, мы не можем в концерте закончить концерт, если ее не исполним, зритель прям скандирует Олесю, Олесю, вот так. Главное точно попасть в образ хорошей милогии. Здравствуйте, меня зовут Наталья, Лидия Григорьевна моя бабушка зовут, она очень любит ваши песни, вся моя семья очень любит ваши песни, могу ли я заснять вас на камеру, как вы передаете им привет? Они были очень рады. Здорово, так давайте, как говорят сейчас, запилим контент. Лидия Григорьевна, я сейчас на съемке, и здесь ваша внучка. Наталья попросила меня передать вам привет, и вы знаете, что я хочу вам сказать, вы гордитесь этой девчонкой, этой вашей внучкой, она замечательная. Я желаю вам здоровья, я желаю вам, чтобы вас любили ваши дети, внуки, правнуки, чтобы вы жили счастливо и долго. Привет вам. И аплодисменты бабушки. Привет, бабушки, привет. Привет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы оцениваете молодых артистов? Кажется ли вам, что они поют какую-то ерунду? Я очень редко бываю в жюри, потому что оценивать исполнителя – это сложный такой процесс, который я не берусь, потому что я, особенно молодых исполнителей, очень сложно. Я вижу сразу, что у меня достаточно трех нот, когда человек споет его возможности и понимание того, нужно оно ему или нет. И, конечно, много есть того, чего я бы, например, в мое время вообще бы не пошло, а сейчас это принимается. Очень хорошо написал об этом замечательный актер Гафт. Он говорит о том времени, которое сейчас. Попса крошит шрапнелью наши души, ее за это не привлечь к суду. Часть поколения выросла на чуши, и новое рождается в бреду. Слова ничто, есть вопливый рождень. Тот знаменит, кто более нездоров, то выйдет петь на сцену без стеснений, без голоса, без страха, без штанов. Вот такая вот история происходит зачастую. Это касательно больше, наверное, к российской попсе, потому что у нас более как-то так это все целомудренней, я бы сказал. И это неплохо, это не отсталость, это такая целомудренность, такое поле, среди которого вырастают потом зеленые замечательные ростки творчества. Почему сейчас молодые артисты довольно редко по-белорусскому? Спасибо большое вам. Мне кажется, что эта проблема, которая есть у нас в стране, все рода творческих людей, ну, лечится, что рынок наших попсовых слушателей, которые слушают попсовую музыку, что они учатся на белорусской мове популярной музыкой. Это не так. И поэтому они выполняют песню по-российски, а если нужно, они могут перекласти творения, которые написаны по-российски, перекласти на белорусскую мову. Нема органики в этом, и поэтому они не идут. Белорусская мова пригожая, она такая, которая проникает в душу каждого человека. И вот мы, у нас больше половины программы, даже когда мы ездим за межой, а мы шмат ездим за межой, слушают и просят, даже, выполнять по-белорусскому. Чему они не выполняют, и они просто еще не дошли до того разумения, что потребно так робить. Потребно шановать свою песню. Я уже сказал, можно захопляться любой мелодией, а ли любить повинность свое. Искучаете ли вы по своей молодости? Если да, то почем? Знаете, нельзя, я не люблю вообще ностальгировать ни почем. Надо помнить какие-то вещи и ценить. Но ностальгировать и сожалеть. О, я уже был молодой. О, я уже старый. Нет, не надо, ни в коем случае. Будьте всегда молодыми, красивыми в душе, и это отразится на вашем внешнем виде и на вашем теле. Я заметила, что люди с возрастом перестают удивляться. Скажите, что вас больше всего удивило в последнее время? Что в последнее время меня удивляет? Меня удивляет, как люди без уважения и без осторожности, без каких-то размышлений говорят о войне, говорят о смерти, говорят о каких-то таких вещах. Это превращается в обыденность. Этого нельзя. Знаешь, когда люди привыкают к крови, привыкают к тому, что уходит человек, привыкают к тому, что это все... Конечно, мы никуда все не денемся, рано или поздно придется покинуть этот замечательный мир. Но нужно, как это выразить, слово такое, чтобы вы поняли правильно. Нельзя привыкать к этому, к крови, к войне. Вот это вот меня удивляет. Подумайте о будущем, да? Вам мир этот хранить. В ваших руках все. Сейчас это, кажется, от вас это не зависит, но оно придется вам через 10 лет уже заниматься, брать на себя ответственность за какие-то вещи. Я с вами согласен. Спасибо вам за ответ. Говорят, что любви все возрасты покорны. А чем все-таки отличается любовь в 20 лет от любви в 70 лет? Да, мне кажется, ничем. Дело в том, что любовь в 20 лет, она может быть увлечением, она может быть вызвана какими-то вещами. Вот увидел, понравилась девушка, вот, о, ты милый парень, вот и все. А взрослый человек, тем более в 70 лет, это совместная жизнь, воспитание детей. Тут уже есть какие-то обязанности, оно не совсем хорошо применительно к слову «любовь». Если ты видишь человека, ты ведь смотришь на человека глазами влюбленными, а влюбленные всегда видят только положительную и красивую, красивого человека. вот того, которого ты встретил. Так встроена память. Даже если ты живешь уже с человеком долго, и человек на глазах стареет или превращается уже не так привлекательно, все равно ты строишь себя... Ну, так ассоциативный ряд, он происходит, по всякому случаю, у меня. Не знаю, может быть, это не у всех так, но я могу ответить только сам за себя. Это вопрос долгий, и мы могли бы рассуждать. Но давайте следующий вопрос. Я знаю, что ваши внуки и дети связаны с творчеством. А вы можете сказать, чем они лучше или хуже, чем вы, как артисты? Да, могу сказать. Могу сказать то, что они очень многое взяли от меня, от отношения к работе. Они понимают, что это работа, видят то, как я работаю. У меня есть своя студия, у меня есть то, они приходят, и у меня пишутся. Я считаю, что самый талантливый из всех Ермоленко, которые есть, я считаю, что это Анатоль. Он действительно... Ему 23 года, он еще не совсем, наверное, понял. Я только в 23 года вернулся с армии, хотя в армии я тоже служил, в ансамбле песни и пряски тоже пел. Но он в 8 лет принял участие в детской новой волне и стал обладателем приза зрительских симпатий. У него есть обаяние, и он очень хорошо пошел. И любую песню он может исполнить. И исполнить очень интересно, со своим подходом, не копируя. Мы слушаем с ним Кенни Уэст. Он увлечен рэпом, понимаешь? Он знает, что сейчас вышел новый диск. И вот он мне все... Он меня снабжает вот этими новинками, которые происходят в мире, в стиле рэп и все остальное. Хотя он может... Тут нужен вкус для того, чтобы применить к славянской культуре вот эту стилистику. У него это получается. Он очень органичный, он очень... Причем это идет неделано так, знаешь, как старается. У него такая внутренняя органика. Поэтому, да, они... Ну, это надо трудиться. А у него сейчас другая забота его немножко. Ну, я надеюсь, захочет, займется, и у него получится. Следующий вопрос из черного сектора. Витаю вас. Меня зовут Вероника. Что для вас значит родима? Родима, кортного человека, повинна быть... Ось тут. Життя может закинуть в разные концы света. Але завсюди повинна помнить вот той куточек земли, где ты народился. Песня Матули, песня Бабули. Ось это все повинно быть в сердце. И, видите, я, коли починал свою творчасть, я знайшел песню на верш поэта Енать Буравкина. И она называется «Я удячный леса». Судьбе спасибо. И там такие слова «Я удячный лесу, что за все часы моя блакитна вока и родима не заслонила мне чужой красы, меня от света не отгородила». Мы такие люди, мы любим свою краину, и мы любим все, кто побочь с нами. Все соседи наши. Мы такие сильные, добрые люди, и вот это потребно берегчи, потому что это отметная резьба нашего характера. Моей бабушкой с дедушкой часто вспоминают Советский Союз. А что бы вы хотели перенести в наше время? Из Советского Союза? Знаете, я вам скажу, перенести можно вот то взаимопонимание, которое существовало между народами. Вот я служил, у меня мама с Украины, и она вот переехала в Украину, и там родила меня, и там я какое-то время жил. В армии я служил в Баку, учился и работаю уже сто лет почти в Беларуси все время. Я белорус, в принципе. И никогда не было, очень много с Украины друзей у меня, вот сейчас мы переписываемся тоже, невзирая на то, что происходит там. Если бы мне сказали там 10 лет назад, 15, что такое может произойти, то я бы никогда не поверил бы, что будет такая вот ситуация сегодняшний день. У меня даже песня есть на эту тему, она называется «Боль». Что оттуда взять еще? Тогда мы жили в той общности от берегов широка страна моя родная, много в ней лесов полей и рек. Вот такое вот было братство нормальное. Вот это вот плечо-плечо, которое было тогда, оно помогло выстоять и в Великой Отечественной войне. Вот это вот можно было бы взять. Но у нас, слава Богу, и так мы, мы, может быть, одна из самых таких стран, в которых вот это вот чувство солидарности друг к другу, оно у нас развито. Поэтому ностальгировать по тому времени не надо, но помнить о нем, я говорю, можно. У вас хороший вопрос был. Скажите, верите ли вы в Бога? Вы знаете, у меня дедушка по матери линии, он был священник. И поэтому все, я как-то впитал в себя отношение к высшим силам, к семье, к людям вообще, знаешь, не сотвори себе кумира, не убей, не убей. Вот эти вот все нормы, я как-то стараюсь следовать им. У него три дочери, Вера, сестра, Надежда, мама моя, и любовь, тетя. Вера, Надежда, и любовь. Я рос в этом асеродде. Я как-то этим пропитался. Да, я верю в Бог. Я верю в высшие силы. Я всегда обращаюсь к трудным моментам. Были ли у вас когда-то ситуации, после которых вы убедились, что Бог существует? Это очень сложный вопрос. Вы знаете, иногда мы требуем, вернее, не требуем, а просим каких-то невозможных вещей. Я это тоже понимаю. Умом, понимаешь, сердце не хочет принимать какие-то вещи, но значит, так было предначертано судьбой, что какие-то вещи могут не исполниться те, что ты просишь. Но, тем не менее, я верю. Я очень часто слышу фразу, что в любви нужно слушать свое сердце. А вот как вы поняли, что ваша жена это и есть та самая? Я на гастролях был, и у нас такая жизнь интересная. К нас было очень много знакомых девушек на маршрутах, встречалось. И я себе в 23 года сказал, что мне надо как-то остановиться. И вот приехал попросик на гастроли, я увидел очень красивую девушку. Она работала в парикмахерской в гостинице. И что-то ёкнуло. Я с ней познакомился. Потом мы уехали. Мы очень долго, так сказать, мне на протяжении года с ней переписывались туда-сюда. Потом я предложил ей, она пришла в гости ко мне, я зашел. Ну, уже мы были хорошо знакомы, то есть, ну, встречались. Я пошел в ЗАГС, взял заявление, положил в шкаф и говорю, открой там шверц. Она открывает, а там лежит заявление. Она смотрит, что это такое? Я говорю, я предлагаю тебе. Она обратно пошла, сразу купила кольцо, вот она, я его нашу, с собой вручальное. И с тех пор мы с ней, я сказал, 61 год прожили счастливо. Вот у меня так получилось, и я очень счастлив, я благодарю Бога за то, что у меня так вот получилось в жизни. Тут трудно сказать, что надо слушать. Начинаем, наверное, с сердца, а потом подключаем мозги уже к этому, для того, чтобы сохранить все. Скажите, пожалуйста, о чем вы мечтали в детстве и о чем мечтаете сейчас? Честно скажу, я всегда хотел стать артистом. Мне это нравилось очень моей маме, она играла хорошо на гитаре, и она привила любовь к музыке, пела какие-то романсы, я помню, мы сидели с детьми, она брала гитару, пела, ты сидишь у камина и смотришь тоской, как печальный огонь догорает, как яркий искрит, вспыхнут порой, то бессильно опять угасают. Мы не знали, что такое камин, потому что мы жили в простой хате, но мы мечтали о том, что это будет камин. Потом я вырос, уже сейчас имеется, как есть камин, я знаю, что это такое, когда я смотрю, я это все вижу, я это все представляю. А о чем вы мечтаете сейчас? Сейчас я мечтаю о том, чтобы были здоровы дети, внуки. Только вот это одно, я готов отдать свое, все то, что у меня есть, все во имя того, чтобы они были здоровы, потому что нет большего счастья, чем видеть радостные глаза твоих детей и многих правнуков. Красный сектор справа от вас. Здравствуйте, меня зовут Лан. Есть ли у вас привычки, от которых вы бы хотели избавиться? Я много говорю. Вот это я хотел избавиться. Иногда не могу остановиться, мне так хочется поговорить с хорошими людьми. Я готов разговаривать с любым человеком. Я могу встретиться на улице человека, который скажет ой, здравствуйте, то ты знаешь, если он, конечно, не бред несет какой-то, а говорит какие-то нормальные вещи. Я начинаю развивать, мне интересно. Я очень пытливый человек и был ребенком пытливым, и сейчас мне все интересно. Я вот разговариваю, спрашиваю, откуда. Может быть, с этого разговора я воношу какие-то полезные вещи, поэтому, может быть, от этого надо избавиться, а может, и нет. Но, во всяком случае. А ты в каком классе? Ух ты, молодец, умничка. У вас есть страница в Инстаграме, причем достаточно популярная. Вы ее сами ведете? Нет, Инстаграм я не веду. Это Анатолий ведет. А как вы вообще относитесь к социальным сетям? Отлично, это здорово. Там очень много интересного. Надо уметь остановиться, надо вовремя остановиться. Знаете, там можно закопаться, там очень много лжи, обмана. Просто надо фильтровать. Все надо фильтровать. Там какие-то блогеры появляются, которые вбешивают лапшу людям, и люди на это ведутся, и вы ведетесь на это. Не надо вестись на это. Очень много продуманных каких-то вещей, которые мы должны понимать. Но сейчас еще подождите, искусственный интеллект, как вползет в нашу жизнь, будет еще сложнее. Тоже думайте об этом. Да, кажется, ой, как клево, смотри, я по музыке знаю это все, что там есть программы, которые интеллект делает. Кажется, ой, а потом раз, и оно все равно не живое. Но оно затягивает человека, и ты становишься рабом всей, всей этой. А при нашей, при вашей общей молодежной такой беспечности, где-то лени, это может так завязнуть в этом деле. меня зовут Маша, я за вами следила в «Две звезды», вы там пели и про Родину, и про Ягоду Малинка. Важно ли вам про что петь? Понимаешь, я профессионал, я могу взять газету, там будет статья, если будет написана мелодия, я могу красиво спеть эту статью, это может быть на разной теме. Это профессионал так умеет делать. А Ягода Малинка это была идея моего внука, младшего сына, дочери моей, Олеси. Он сказал, ему 6 лет было, и он сказал, деда, слабо спеть вот эту песню? Вот ты красиво поешь, ну вы же все заморочены на другом. Можешь Ягоду Малинку? Я говорю, ну покажи мне, что это за песня. А он в машине там сидит, со мной, нашу ливую поставили. Ягода Малинка крутит головой, залетает в топ. Я что-то песню, я таких не пел никогда, так сказать. Не мой, рыбчатый арочек, все угодно. Но я попробовал. Это очень понравилось публике. Олеся поддержала. Я таким образом свой авторитет поднял в глазах своего внука. В общем-то, постиг и понял. Потом Хабиб приезжал, и он мне сказал спасибо. И даже пожал Миру, говорит, у вас классно получается. Мы с ним даже там подуракили, где-то выкладывали. Но Ягода Малинка есть. А вы любите Ягоду Малинку, да? Да. И иногда зрители просят спойте. Я по приколу, но зал на ушах стоит, конечно. Представляете, выходит взрослый человек, серьезный, солидный, после тех песен, которые там просвучат. Ягода Малинка о-хо-хо-хо, крутит головой, залетает о-хо-хо. Меня зовут Ульяна, а можно попросить вас спеть? Сейчас? Да. Я, конечно, с удовольствием. Я всегда готов, я уже почти спел Ягоду Малинку. Песня «А я лягу-прыляву». А вы подтянете? Да! Давайте музыку. Вы шумите, шумите Надо мною для розы Колышите, любяйте Война пел вековы А я лягу-прыляву Край гостинцев в дорогах Недоспелой травы А я лягу-прыляву Край гостинца в дорогах Оставленные руки Войну в ширки раскину А на Ганю долину Хай накрыет туман Оставленные руки Войну в ширки раскину А на Ганю долину Хай накрыет туман А на Ганю долину А на Ганю долину А на Ганю долину Вот здесь о том, что бы я взял из той страны, в которой родилась. Отлично. Давайте еще раз познакомимся. Представьтесь, как вас зовут, в каком классе вы учитесь? Меня зовут Нелли. Я из 86-й школы. Учусь в 9-м А-классе. Нелли, по правилам нашей программы, автор лучшего вопроса получает специальный подарок от нашего гостя. Выходите на площадку. Здесь вот целый набор. Пусть будет так, добрая память, она подписана. Я желаю вам успехов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Анатолий Иванович, теперь у вас есть возможность задать детям свой вопрос. В продолжении этой темы вы меня спросили, что бы я взял с того времени. А что бы вы взяли с этого времени с собой? Вот когда через 50 лет у кого-нибудь из вас предстается такая возможность встретиться со своими сверстниками, с такими же тенейджерами. Вот что бы вы ответили на этот вопрос? Я бы, наверное, взяла встречу с друзьями, с родными. Вот мой любимый праздник – Новый год. Потому что я из Гомеля, а я сейчас живу в Минске. И мне очень нравится, когда я приезжаю туда, и собираются очень много родных, близких. И это по-настоящему очень веселые и запоминающиеся моменты. Хочу взять из этого времени в будущее. Те живые действия из деревни, когда приезжают бабушки. Она просит – набери воды, помоги по хозяйству и так далее. Я бы хотела, чтобы у нас остались те же фильмы и сериалы. Потому что сейчас делают очень качественные фильмы, сериалы. Очень приятно их смотреть. Из сегодняшнего дня я бы в будущее перенесла любовь к родному краю. Не каждый может вернуться, не каждый может так сильно полюбить. Но когда приезжаешь в родной город, в родной куток, где тебя ждут. Анатолий Иванович, пришло время прощаться с нашей аудиторией. Мне очень приятно, что вот дети все правильно рассуждают. Мне было очень приятно с вами разговаривать. Итак, народный артист в Беларуси Анатолий Ермоленко. Сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослому». Жду вас у входа на площадку. А вот здесь, Анатолий Иванович, я попрошу вас задержаться. Анатолий Иванович, какой вопрос был для вас сегодня самым сложным? Ну, о семейной жизни. Он на него сложно всегда отвечает. Как вы считаете, вы справились сегодня с этой детской аудиторией? Это они со мной справились, скорее всего. Потому что они задавали вопросы правильные. А вообще-то мы на одной волне. Чем вас сегодня удивили дети? Они меня удивили тем, что я понял то, чего я, в принципе, недопонимал. Мне казалось, что они другие. А они такие же, как мы. Они чистые мыслями, чистые помыслами. У них желание быть людьми и жить счастливо, с уважением ко всем окружающим. Сегодня вы успели ответить на 45 вопросов. Скажите, если мы вас еще раз позовем, вы согласитесь прийти? Договорились. Я обращаюсь сейчас к нашей аудитории. Считаете ли вы, что наш герой сегодня был максимально честен с вами? Кто так считает, поднимите руку. Я очень сильно хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились провести с нами такой откровенный разговор. На некоторые вопросы, может, вы не хотели отвечать, но вы поддержали всех и ответили на них. Спасибо вам огромное. Всего мне понравилось, как вы говорили про свою жену, про своих внуков, правнуков. Вы очень красиво и очень мило рассказывали, как вы их любите. Анатолий Иванович, вы для меня в этой программе показались очень добрым, честным, семейным, милым таким и особенно позитивным. Я очень рада, что такие люди остались. Спасибо. А есть ли в зале тот человек, который посчитал, что сегодня Анатолий Иванович немножко хитрил, недоговаривал что-то, может быть? Поднимите руку, кто так считает. Ни одного человека. Анатолий Иванович, у нас такое правило, последнее слово, всегда за героем. Подведите итог состоявшегося разговора. Я очень рад, что подрастащее поколение, которое я не так глубоко знал до этого времени, оно не обмануло мои ожидания. Я ожидаю всем по успеху. Народный артист Белоруссии Анатолий Ермоленко был сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослому». До встречи через неделю. Смотрите в следующем выпуске. Приветствуем нашего героя, центральный нападающий и капитан минского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Стась. Вы старше всех в команде. Чувствуете ли вы себя старичком? А какой Андрей Стась в жизни и какой на льду? Как вы оцениваете уровень белорусского хоккея? Как часто вы посещаете игры сыновей? А почему хоккеисты так часто любят драться на льду? Как вы обычно расслабляетесь перед игрой? СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ КОНЧЕН БОЙ В ЛЧАХ ХОРДОЙ И НЕ ОСТАЛОСЬ НИЧЕГО А МЫ ЖИВЕМ А НА С ТОБОЮ ПОВЕЗЛО НА ЗЛО АПЛОДИСМЕНТЫ